Сложно поверить, что огромным предприятием, где работают мужчины, руководит она. Девушка, с которой лично захотел познакомиться губернатор Алтайского края. Сегодня Татьяна Филадова, генеральный директор завода по производству сельхозтехники. В Павловске одна из основных его площадок. Наши предприятия сегодня в совокупности образуют группу лидеров по, скажем, направлению почвообработки. И Алтайский завод сельхозмашиностроения сегодня лидер. Здесь производят более 50 моделей почвообрабатывающей техники. Каждый год выпускают несколько новинок. География продаж – Россия и 15 стран мира. Глава региона также побывала в полях. Сегодня в крае убрали более 2,5 миллионов тонн зерна. Это больше, чем в том году. В прошлом сезоне корм для крупнорогатого скота приходилось растягивать. На этот раз уже сейчас понятно, что коров накормят вдоволь, хотя зерна убрана только 45%. Темпы могли быть больше, Виктор Петрович, это однозначно. Если бы вот эти погодные аномалии летние, особенно в теплой зоне, не привели к тому, что неравномерное созревание идет зерновых культур, и поэтому нам приходится делать практически все раздельное комбинирование, раздельная уборка, диссекацию проводим, немножко затраты, конечно, увеличиваются. По соседству сахарная свекла. Сегодня в крае с одного гектара собирают 446 центнеров. Этот показатель занимает второе место в стране, уступая Ставропольскому региону. По зарплате средняя зарплатная плата в этом году у нас получила 60 тысяч, в том году было 50 тысяч на рабочие. Подросли? Подросли. Так или иначе, губернатор остался доволен поездкой. К слову, рабочие тоже. Единожды намекнули, что иногда все-таки нужна помощь, например, построить дорогу. Обещания местных депутатов, говорят, пока ни к чему не приводят. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова